здравствуйте мои дорогие зрители с вами школа рукоделия и я ведь по этому видео вы сможете пришить подошву к любому к любым следкам носкам тапочкам которые есть у меня на канале я буду пришивать сегодня на вот эти серые потому что хотела сделать на этих сапожках но видите они темные плохо будет видно и серый темно-серые нитки и темно-серая стелька поэтому я буду делать на вот этих вот кто касается стельки стельку я беру всегда на размер больше чем мой допустим 37 размер я взяла 38 размера стельку обязательно смотрим чтобы было у нас левая правая далее что булавки соответственно мне понадобится и глаз толстым ушком пряжа и крючок стельку что касается стиль а я купила готовые фетровые смотрите 5 миллиметров ширина вы можете если у вас есть свой фетр вы можете вырезать по ноге только сделайте припуск потом где-то хотя бы пол сантиметра добудете вырезать потом вы можете кожаные стельки вы можете из старого пальто с чего угодно девчонки это уже зависит от фетр он хорошо прокалывается вот видите вот так вот то есть эти волокна просто надо раздвинуть первый стежок я завязывают видите я узел не оставляю завязывая вверху так вот этот узелок так эту нитку обрезаем и далее по обшиваю этим обмёточным швом ручным вот такими вот стежками мы проходимся по кругу прямо до конца когда мы прошили как бы это это все стелечку теперь мы берем крючок и за вот эти вот ниточки которые у нас как бы обшиты я вот так вот провязываю не видно наверно про дело одну теперь буду вязать обычным столбиком без накида по кругу вот эту нить я просто здесь оставлю столбиком обвязывая всю стельку по кругу расстояние между вот этими стежками приблизительно 5 миллиметр так вот таким вот образом мы проходим ся по кругу стельки вот так довязываем до конца круга и и здесь еще пару таких пару стежков как бы соединительных полустолбика все нитку обрезаем стелька наша подготовлена одеваем наш тапочек следок сапожек носок что у вас что у вас на свою ногу если делайте себе попросите своих близких помочь на этом этапе потому что вот это сейчас на ноге нам нужно разместить эту стельку потому что чтобы она не сместилась чтобы она сидела хорошо на ноге если вы вяжете на кого-то конечно это не проблема хорошенечко ее размещением непонятное видите вот здесь вот у меня будет надо будет подтянуть на данном этапе я этого делать пока не буду потом будем буду разравнивать носочек сначала потом каточку то есть сам следок носок надо немножко подтянул чтобы потом она сидела на ноге вот так вот я фиксирую так все разместила видите я подошву теперь теперь мы им просто ее пришиваем первый стежок я спрячу узел это все можно это можно сделать также крючком вы смотрите чем вам удобнее я захватываю вот между стелькой и вот этим вот столбиком между вязанием и вот таким вот образом по кругу то есть я уже не протыкаю не пройдет прокалываю стельку я пришиваю завязаны этот кант завязаны к и вот так вот по кругу я ее пришиваю так мои хорошие вот она вот она все у нас уже готова так вот выглядит это все любые девчонки носки тапочки слитки все что угодно вы можете пришить стельку и ходить самое время сейчас зима у нас на подходе вот видите вот такой вот следочек у меня получилось утепляемся готовимся говорят что фетровая подошва скользит девчонки чтобы не скользила либо клей либо вот у меня такой вот видите он к сожалению такой в неприглядном виде но сделать несколько точек клеевым таким пистолетом такие тормоза своеобразные такие тормоза своеобразные и на пятки не нужно по всей ступне достаточно я считаю этого будет достаточно для того чтобы не скользила чтобы это эти капельки срабатывали как тормоза все девчонки на этом все я оставлю вот этого остывать вот моя сервина ставим лайки подписываемся на канал с вами была вика из школы рукоделия подписываемся на инстаграм послали мне фотки всего сделанного я вас всех люблю с вами была вика из школы рукоделия всем пока пока